Дорогие мои зрители, россиянчики у нас, как это называется, форс-мажорные обстоятельства. Витя уехал на съемки, сегодня и завтра будет на съемках своих чертовых. Толик уехал в отпуск, это сегодня с чемоданами его видел. Этери на базаре своем там чем-то занимается, не может ответить, мы с Матвы им остались. Но мы не можем вас оставить от бестостоверной информации и правды жизни этой. Короче, новость такая, сегодня министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что Россия входит в список стран с высоким уровнем доходов населения. Вот так вот заявил наш министр, гениальный человек. Конечно, многие стали смеяться, ну и плакать одновременно, это обычная ситуация для россиянчиков, он смеется и плачет. Как он такой мог сказать, цены растут, инфляция растет, бензинка растет, пенсии маленькие, скоро ребенка в школу готовить, это, ну, грядит нужно брать. Почему мы высокодоходные? Ну, не надо вот так вот, лишь бы вам критиковать что-то. Нужно детально разобраться в его словах. Вполне возможно, что Антон Силуанов имел в виду, что мы входим в список стран с высоким уровнем доходности в отношении дружеских нам государств. Это как, ну, Афганистан, Иран, Северная Корея, Венесуэльчики, Кубинчики, Палестинчики. Ну, тут да, видите, ситуация мгновенно выправилась. Мы тут действительно высокодоходные. А вот эти бездуховные страны, вот эти недружественные Европу, вот этот Союз, этот, и Америку, мы в расчет даже брать не будем. Пускай у нас меньше этих долларов, а у кого-то их вообще просто нету, поганых этих зеленых бумажек, этих евриков чертовых, но мы духовно богаче, поняли? Так что, мои дорогие россиянчики, высокодоходные, вы и вас гордитесь. И быстро-быстро бегом в пятерочка, в магнит, там окорочка по акции привезли.